Всем привет, друзья! Сегодня у нас зимняя зима и очень актуальное для зимы видео. Еще оно актуально для жиры. В нашем видео сегодня мы поговорим о том, как уберечь свой автомобиль от протечек системы охлаждения, что особенно актуально в мороз, потому что в мороз, сильный мороз, который сейчас захлестнул всю Россию, буквально от Питера до Владивостока, именно в сильный мороз актуальна протечка охлаждающей жидкости. Если для кого-то еще секрет, антифриз, именно та самая охлаждающая жидкость, становится особенно тягуча в мороз, поэтому если на улице холодно, может у вас потечь в самых неожиданных местах. Также это актуально и в жару. На жаре, как известно, может, особенно если идет перегрев в системе, также потечь охлаждающая жидкость, но уже от избытка давления и от перегрева системы охлаждения. Это касается особенно старых автомобилей старше 10 лет, а автопарк большинства владельцев в России автомобилей именно такой. Итак, я вам расскажу о секрете, как очень просто, бесплатно вы можете избавиться от протечек в системе охлаждения. А как известно, протечки в системе охлаждения – это настоящий бич автомобилиста, который владеет старым автомобилем. Ведь если потек радиатор, это все, нужно менять радиатор, а если, не дай бог, потек радиатор печки, вы попадаете на съем полностью панели автомобиля. Это очень дорогостоящий ремонт, помимо стоимости самих запчастей. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы ваша система охлаждения не протекала? Нужно сделать следующую вещь. Открываем крышечку вашего радиатора и убираем давление путем излома, откусывания, либо расклинивания проволочкой клапана. Скажу вам о том, что я расклинил раньше клапан проволочкой, давление системы уходило, но здесь подстерегает одна опасность. Дело в том, что при колебании температурах, при нагрузке на клапан, при каких-то колебаниях автомобиля, там, на кочках где-то поехали, потряслись, проволочка со временем может выпасть, и вы опять получите какой-нибудь взрыв очередного патрубка, печки или радиатора. Поэтому самый надежный способ – это вот так вот изломать клапан, чтобы он был постоянно как бы открыт. Клапан неисправен, соответственно, при давлении системы вы не получаете перенагрузки, давление. Как известно, в старом автомобиле где-нибудь да потечет, потечет там, где слабо, потечет там, где уже есть износ, потечет ли какой-то патрубок, либо радиатор истончился в каком-то месте, либо какая-то трубка, особенно плохо, если это будет где-нибудь под панелью в труднодоступном месте, что вы получаете? Вы получаете геморрой, дорогостоящий ремонт и многие вложения. Таким образом, убрав давление системы, вы получаете то, что у вас нигде ничего не рванет. У вас система без давления. Если кто-то скажет, что это небезопасно, что современные автомобили требуют, да, современные автомобили требуют давление, горячие двигатели типа БВВ, но если у вас старый 10-летний автомобиль, вы можете ездить смело. Если у вас, конечно, мотор не нагруженный температурно очень сильно, вы должны, конечно, это посмотреть по мануалам, там где, ну вот на Explorer, допустим, 4-х литровом, я езжу уже более 3-х лет, уже 4 года практически я езжу, без давления, никаких проблем. Конечно, нужно следить за температурой двигателя, но это нужно следить на любом автомобиле. Так что удачной вам эксплуатации, ничего, чтобы у вас не рвало, не текло, радиаторы не лопались, патрубки не текли. Всем удачи, подписываемся на канал, ставим лайк.